Сегодня у нас в гостях руководитель приюта для животных «Ласка» Софья Куликова. На днях стало известно, что именно «Ласка» в очередной раз выиграла тендер на отлов и содержание бездомных собак. О том, с какими трудностями может столкнуться «Ласка» и есть ли в Барнауле другие организации, которые могли бы составить конкуренцию приюта, мы и поговорим в студии. Софья, здравствуй. Здрасте. По моим личным ощущениям, я, конечно, могу ошибаться, никакого конкурса-то и не было. Вы были единственные претенденты на эту работу. Так ли это? Да, действительно, конкурс проводится в формате открытых госзакупок на площадке электронной. И, соответственно, там дается время всем желающим, кто соответствует требованиям, подать заявки, и потом между ними идут аукционные торги. То есть подрядчик потенциальный может сказать о том, что он выполнит работу за меньшую стоимость. Но так как формально мы были единственным заявителем на эти торги, соответственно, мы автоматически стали победителем условного конкурса. В предыдущий раз хотя бы какая-то организация тоже участвовала. Да, действительно, в прошлом году, даже не в прошлом, а в позапрошлом, Экостройсервис подавал тоже заявку на участие. Но в формате торгов, получается, победителем все равно стали мы этой работы, потому что здесь еще вопрос требований к выполнению работ. Те требования, которые прописываются согласно этому контракту, в настоящий момент вряд ли кто-то, кроме нас, сможет выполнить. Потому что организация, которая бы хотела там принять участие, она должна уже иметь территорию оборудованную, вольеры, штат, гашеварочные котлы, чтобы кормить животных, карантинный блок, чтобы их содержать и так далее. То есть там довольно большое количество именно таких формальных требований, которые на настоящий момент вряд ли кто-то мог бы выполнить. Тем более, что согласно новому федеральному законодательству, сейчас, слава богу, запрещено уничтожать бездомных животных. И поэтому, так как действовали некоторые, ну, скажем так, условно, не совсем ответственные подрядчики у нас по краю, типа, отловить и сразу всех пустить на смерть, приговорить, так сейчас уже не получится работать. То есть федеральный закон уже жестко прописал, что обязательное содержание животных. А для того, чтобы их содержать, соответственно, нужна территория, нужны люди, которые их будут там обслуживать, убирать, кормить, миски мыть и так далее. И, конечно, это довольно трудоемкая работа. Кроме того, тот пункт, который проговаривает стерилизацию, в текущем контракте он прописан за счет подрядчика, то есть за наш счет. У нас вот депутаты накануне обсуждали необходимость, так как, опять же, федеральный закон обязует стерилизовать бездомных животных. Но, согласно федеральному закону, этот пункт вступает в силу с 1 января 2020 года. Вот, поэтому на КЗС было принято решение о том, что необходимо заложить финансирование этой работы. Но это будет сделано только со следующего года, то есть 2020. А в этом году, получается, стерилизация, это она необходима, ее признали, что она нужна. Но финансирование на нее не выделено, поэтому в этом пункте прописаны такие слова, что за счет подрядчика. То есть за наш счет, как организации, которые занимаются отловом, мы обязаны так или иначе стерилизовать, привлекая дополнительные какие-то финансы. То есть это финансы наших спонсоров, это людей, которые благопожертвование нам оказывают, помощь оказывают только за счет этих средств. Вы ведь тоже достаточно долго сомневались, а стоит ли в эту работу ввязываться? Ну да, действительно. Сомнения были, не особо выгодные условия, судя по всему. Ну, очевидно, что те условия, которые прописаны, и та оплата, которая предполагается, они не соотносятся. То есть ни один предприниматель не займется этой работой, потому что она изначально убуточная. То есть не покрывает вот эта оплата тех трат, которые должен понести подрядчик, то есть тот, кто будет отлавливать. Именно поэтому у нас до сих пор по краю нигде не разыграны эти тендеры. То есть вот я на площадке смотрела, у нас объявился Навалтайск уже в третий раз, у нас объявился Биск, у нас объявился Первомайский район и так далее. И везде вот эти торги, котировки, не состоявшиеся ввиду отсутствия заявок. Ну, то есть никто не готов выполнять эту работу. Давай расскажи тогда подробнее, сколько средств выделено, какие условия вы обязаны выполнить, ну, сколько голов имеется в виду ловить. Средства выделены так же, как и в прошлом году. То есть по расценкам прошлого года предполагается оплата отлова. Отлов у нас там 390 рублей оплачивается с учетом всех затрат на автомобиль, на бензин и так далее. И оплачивается 10 дней обязательного карантинного содержания животного, это 131 рубль в день содержания. И плюс к этому оплачивается 65 рублей, ветеринарный осмотр. У нас ветеринарный осмотр осуществляет городская ветеринарная служба, и мы за эту работу платим. Также вот эти 65 рублей только еще плюс НДС. Вот, поэтому получается, что за осмотр и выдачу справки, ну, о том, что животное необходимо направить на пункт передержки, мы оплачиваем ветеринарной службе. Вот, а больше ничего не оплачивается. Сколько вы должны отловить собак по условию контракта? У нас условия контракта предполагают отлов безнадзорных животных. То есть там численность не прописана? Нет, там численность прописана, но там не прописано, что именно собаки. Так, то есть и кошки можно. То есть, да, формально, получается, безнадзорным животным может выполнять, ну, как бы, может стать любое животное, находящееся безнадзора, ну, как бы, на улице, да, на территории общего доступа. Хоть это хорек даже будет, да, безнадзорный. Да, и, получается, за вот этот период, то есть до конца года, мы должны отловить 900 животных безнадзорных. Ну, то есть это по 100 с небольшим, скажем так, животных, да, голов в месяц. Вот, конечно, предполагается, что преимущественно это должны быть все-таки собачки, потому что собачки, ну, как бы, большую опасность, скажем так, предоставляют. Вот, но, тем не менее, если будут заявки на отлов и кошачьих особей, то их мы тоже обязаны забрать. А что значит заявки? То есть обычные жители будут звонить непосредственно в Ласку или куда? Да, действуем мы только по заявкам, то есть это не так, что у нас там кто-то едет по улице, смотрит, собачка бежит, о, цапы ее и вперед. Нет, действовать только по заявкам жителей. Жители могут подать заявку либо в свою районную администрацию, ну, то есть в администрацию района своего, либо напрямую на наш диспетчерский телефон 573557. Вот, для того, чтобы подать заявку, обязательно житель должен указать, ну, какие-то свои данные, то есть это, ну, как бы, свое имя и свой контактный телефон. Для чего это необходимо? Ну, естественно, адрес, где беспокоит его животное, да, то есть увидел он там, жалко ему или там он как-то опасается, что там, не знаю, может там какую-то опасность предоставлять это животное. Вот, а контактный телефон свой для чего? Для того, чтобы когда ловец выезжал на место, он связывался с этим заявителем, и если собачка на месте и ловец ее отлавливает, то заявитель у нас расписывается в расписке. То есть там, на самом деле, довольно много сопроводительных документов, в том числе это делается, ну, для определенной отчетности и учета, да, то есть обязательно, помимо заявки, должна быть расписка с этого человека, который подал заявку, что да, действительно, по моей заявке отловили животное. Вот, там допускается, что если там, например, человека там нет, он куда-то уехал, то может там у сосед, грубо говоря, расписаться, да, вот, но тем не менее обязательно фиксируется это все согласно заявке, да, то есть чтобы действительно с того места была забрана собачка или кошечка, да, которая... То есть всех вы будете забирать, а если собака вреда человеку, скорее всего, никакого не принесет, она просто ходит и кому-то мешает, возможно, такое же тоже бывает и часто бывает. Да, действительно, мы очень часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда, например, собачка живет где-то на придомовой территории, и большинство людей вроде она устраивает, она может там жить уже довольно длительный период, она, например, даже там нестерилизована, она, может быть, даже там привита, да, и кто-то ее там кормит, ну, какие-то свои пищевые отходы со стола, скажем так, выносит все равно, чтобы их на помойку не выкидывать, да, если они годны в пищу, почему бы не покормить собачку, вот. Вот, но иногда бывает так, что заведется какой-то человек, да, которому, ну, это не нравится, вот не нравится ему собака и все, не то, чтобы она там на него гавкала еще, а просто вот ему не нравится собака. Вот федеральный закон в этих случаях жестко прописал, что животные без владельца, а у нас теперь нет понятия такой безнадзорные животные, согласно закону вводится понятие животные без владельца, так вот животные без владельца сейчас имеют право жить на наших улицах, то есть это означает, что если даже, ну, какой-то единичного человека не устраивает это животное, его нет необходимости забирать, если, по мнению большинства, оно не предоставляет, не представляет никакой опасности, да, то есть и в этом случае животное действительно под кураторством, скажем так, ну, того, кто кормит, того, кто там за ним приглядывает, оно может жить. И на самом деле это нормальная практика, и практика некоторых городов России, например, тот же самый Нижний Новгород, который занимается вот таким отловом с возвратом, говорит о том, что именно это и сокращает численность бездомных животных, да, потому что если мы отлавливаем их безвозвратно, да, так называемый безвозвратный отлов, там мы отловили собачку и вот ее забрали, кормовая ниша остается свободная, да, вот эти пищевые отходы, они на наши мусорки попадают, и либо другая придет собачка, либо придут крысы, либо прилетят вороны, ну, то есть кто-то будет это подъедать, потому что экологическая ниша не может быть пустой. И пока мы, люди, не научимся грамотно распоряжаться своими пищевыми отходами, их кто-то должен, ну, за нас решать вот эту санитарную функцию, да, их кто-то должен подбирать. Вот, если же мы отлавливаем, стерилизуем, прививаем и возвращаем в среду обитания одну собачку, да, которая безопасна, которая не проявляет агрессии и которая как раз вот эту санитарную функцию выполняет, подвидая наши отходы, в этом нет ничего, ну, как бы страшного и плохого, наоборот, это даже позитивно. При этом она не даст другим животным туда прийти, да, то есть она, как бы, будет знать, это вот, ну, как бы, мой округ обитания, и я туда других не пущу, потому что собаки, они же привыкают к месту, да, вот, месту, где их кормят, где осуществляется вот эта их, да, такая пищевая ниша, вот. И в связи с этим она там и будет проживать, как бы, не пуская других животных, ни тех же крыс, ни других собак, и, в принципе, ну, как бы, если к ней не лезть, вот, как, опять же, показывает опыт, если даже и бывают какие-то, ну, там, не знаю, нападения животных, они, к сожалению, чаще всего спровоцированы, ну, таким неправильным поведением людей, да, люди начинают, там, не знаю, на них намахивать, вот их в угол зажимать, да, естественно, собака просто от безысходности, от испуга, да, начинает там как-то огрызаться. А так они зачастую, собаки, выросшие на улице, они принимают вот эти социальные нормы поведения, они под это очень быстро адаптируются, они знают, куда ходить, куда не ходить, где что можно сделать, где что нельзя, да, и, в принципе, если жить с ними вот так вот, ну, в условной гармонии, то ничего плохого в этом нет. И вот как в Нижнем Новгороде показал, уже многолетний отлов, что вот такой отлов с возвратным средой обитания, он очень сильно сокращает количество бездомных животных. А в то время, как отлов, вот, когда их отлавливаешь и не возвращаешь, он, к сожалению, не решает этой проблемы, потому что пищевая ниша остаётся, и опять приходят новые собаки. То есть, получается, вы животных забираете в приют, приводите их в порядок, грубо говоря, стерилизуете, там, от паразитов всевозможных обрабатываете и возвращаете? Вот в рамках контракта так прописано? Вообще, федеральный закон, вот этот вводит обязательный возврат среду обитания с 1 января 2020 года. Вот в федеральном законе это прописано. В настоящий момент нам контракт тоже позволяет это делать, в случае, если животное не агрессивное, и в случае, если животное, ну, как мы называем, условно дикое, да, то есть оно не приспособлено жить в клетке или вольере, или на цепи. Ну, то есть, это вот есть животные, которые выросли на улице, да, и они, действительно, вот для них содержание в приюте, ну, равноценно, скажем так, к тюремному заключению. Ну, то есть, собака, которая близкий контакт с человеком не испытывала длительный период, да, то есть, там, не знаю, с рождения она была рождена, и человека только на расстоянии видела. Ну, вот он еду положил, ушёл, да, на то, то есть, он её не трогал никогда, да, не притрагивался. Она человеку, ну, как бы, не приучена, и, естественно, для неё это большой стресс, что, если постоянно, вот она в каком-то замкнутом пространстве, постоянно мимо человек ходит, там, не знаю, миску уберёт, убирает, ещё что-то, она постоянно вот находится в стрессе, и для неё это такое состояние, знаете, ну, очень психологически сложное. Поэтому таких собак, как мы их условно между собой называем, которые сами себя боятся, ну, то есть, она, человека этого боится, она в угол забивается, она на него никогда не нападёт, потому что, ну, как бы, она от него убежит. Вот. Их мы, таких, отпускаем животных. Какое-то клеймо будете ставить, чтобы так не получилось, что повторно-то забираете животных? Да, действительно, всех животных мы клеймим. Мы уже в течение трёх лет всех животных, поступивших в приют, обязательно клеймим, и условия контракта тоже это прописывают. Речь идёт в том, что на следующий год, может быть, ввести чипирование, ну, пока ещё чипирование не ввели, и мы ставим в левое ухо клеймо, и поэтому у всех животных, которые, в том числе и собаки, и кошки, ну, это как татуировка, это как татуировка, и вот так её со стороны, на самом деле, не увидишь, да, потому что это не какая-то бирка, это татуировка внутри уха, ну, вот, где у животного нет уже растительности. Ну, да, кто сможет ухо, ну, как бы, рассмотреть, да, он увидит это клеймо, и по клейму можно определить животное. У нас, кстати, были такие случаи, когда мы отдавали животного, то есть вот для чего ещё клеймация нам нужна? Ну, во-первых, контролировать, что там оно стерилизовано, да, там оно привито, а во-вторых, что людям мы когда отдаём по договору, если потом мы обнаруживаем, что это животное опять на улице и опять нам поступает, то мы поднимаем договор и уже передаём дело на административную комиссию, потому что получается, что человек выкинул, да, взял собачку, ну, или там кошечку и выкинул её опять, да, избавился как-то от неё. И тогда, согласно нашему законодательству, это административное правонарушение, оно, ну, как бы, наказывается штрафом, административным штрафом. На эту тему мы можем с вами говорить, я знаю, долго, у нас есть с вами совместный проект, поэтому, к сожалению, мы вынуждены прощаться. Спасибо, что пришла к нам в студию. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Софья Куликова, руководитель приюта для животных «Ласка». Субтитры подогнал «Симон»